Татьяна Петухова имеет солидный трудовой стаж, а в автобусном парке, где она трудилась два года, у нее последний рабочий день. В связи с реорганизацией предприятия здесь ожидаются сокращения. Стаж работы у меня 32 года. В общем, можно сказать, последние 12 лет я занималась в духе времени тендерами по продажам, по закупкам. Здесь вот я занималась закупками, именно тендерными закупками. Ждать у моря погоды Татьяна не стала. Обновила резюме на сайтах по поиску работы, обзвонила знакомых. Но все оказалось сложнее, чем ожидалось. Через знакомого же попросила устроить меня работать в гостинцу новую, открывающуюся в Домодедово. И получила в ответ, узнав, сколько мне лет, а мне на этот момент было уже 53 года, что с предпенсионным возрастом связываться не хотят. А почему? Потому что потом нельзя будет уволиться. Подобной ситуацией сталкиваются многие люди предпенсионного возраста. С 1 января в Ленинскую службу занятости поступило порядка 100 обращений. И теперь многим из них трудоустроиться будет проще. С этого года в рамках федеральной программы «Старшее поколение» начата работа по программе профессиональное обучение и переподготовка граждан предпенсионного возраста по новым программам, востребованным на рынке труда. Профессии достаточно большой перечень, более 100 профессий, которые могут граждане получить по этой программе. На сегодняшний день у нас есть профессии, которые уже востребованы, которые люди уже начали обучение. Это бухгалтеры, менеджеры, компьютерная грамотность, ландшафтный дизайн, флористы, парикмахеры. Программа переобучения будет действовать до 2024 года. В зависимости от профессии курсы длятся от двух месяцев до полугода. Пройти обучение может не только безработный гражданин предпенсионного возраста, но и тот, кто работает, но решил сменить сферу деятельности. Чтобы записаться на обучение, необходимо подать заявление в Центр занятости. Из документов потребуется только паспорт, СНИЛС и документ об образовании. Усилия нашей героини Татьяны Петуховой привели к результату. Ей помог дополнительный опыт, полученный в ходе работы. С завтрашнего дня она работает на МКГЗ. От дома три остановки на автобусе. Тут про возраст не спросили совсем. Это было не главное. Главное знание, потому что у них нужно восстановить тоже сейчас военный учет. Поэтому я иду из закупок, ухожу работать в кадры. А тем, кто сомневается, Татьяна готова дать небольшие, но важные советы. Я желаю, во-первых, не бояться. Не бояться смены обстановки, смены должностей, смены сфер. Главное желание. А желание найти работу. Если вы желаете найти работу, вы ее найдете в любом возрасте. Учиться новому или попытать счастье на другом месте каждый решает сам. И как показывает наша история, возраст не помеха. Максим Козлов, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ.